Остановила скважина, все, значок «стоп», а воды не хватает. Я что делаю? Нажимаю на кнопку «пуск», она запустилась. Легким движением руки диспетчер управляет скважиной и не одной. Почти все башни Новоалтайска под цифровым наблюдением, круглосуточно. В новый век водоснабжение города перенес инвестор. За первый год работы в систему вложили 3 миллиона рублей. Вообще консенсионное соглашение изначально заключено на 8 миллионов, но в дальнейшем планируется его увеличить. На сколько вы не берете? Порядка 50 миллионов. Деньги берем в тарифе, в основном тариф платят жители. Для потребителя тариф вырос. Вода на 2 рубля, сток на 5. По мнению директора, это необходимость, ведь сети ветхие. 120 метров таких труб уже заменили. Самое крупное вложение пока – насос. Больше производительности, чем соседний. И впервые за 40 лет обновляют очистные сооружения. На том отстойнике уже заменили подвесную систему. Это тот самый механизм, который крутится, стягивает две силы к центру, чтобы затем его вывести. Здесь его тоже заменят. И если на первичном отстойнике главная задача была убрать из воды ил, то здесь, на вторичном, воду в буквальном смысле очищают специальные бактерии. Всю поступающую органику со стоками они уничтожают, съедают, грубо говоря. И если здесь система отлажена годами, то в масштабах города перед инвестором огромные и дорогие задачи. Для их решения компания будет стараться привлечь сторонние средства, например, по федеральным программам. Несмотря на это, в регионе по этому направлению работает 19 инвесторов. В Алтайском крае 19 консессионных соглашений заключено, в том числе Большая энергетика, СГК, город Барнаулы, город Рубцовск. Сумма инвестиций по всем консессионным соглашениям составляет около 3,5 миллиардов рублей. Кстати, пока оценивать работу инвесторов в Минстрой не спешат. Один год не 10, а именно столько по соглашению должна отработать новоалтайская компания. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком. Продолжение следует...